Старь with me Привет всем! Человек в течение жизни меняется и физически, и психологически, то есть духовно. Это можно наблюдать с самого начала роста ребёнка и до смерти. Конечно, в первой половине жизни, даже не в половине, наверное, а в первые 20-25 лет человек меняется намного чаще и намного больше, и это более заметно. Есть всякие переходные взроста, начиная от года, двух и далее. Я на своём пути начал изучать психологию и эзотерику, читать разные книги. И был момент, когда я читал много книг, и как, знаете, ел-ел-ел, и наконец понял, что я объелся. И этими книгами начитался, и у меня внутри столько всякой информации и столько скрытых смыслов, что мне нужно это передать, переварить. Моя чаша должна была освободиться, чтобы опять на неё можно было наливать. Потому что я понял, что пока стоп, хватит, нужно подумать, нужно, чтобы всё улеглось, и образовались какие-то новые соединения нейронов. И, короче, нужно было сделать паузу. Так вот, в этот промежуток я не только читал книги, но ещё и слушал аудиозаписи. Однажды ещё в России, это сколько, лет пять назад, я нашёл аудиозапись, она называлась «Фрэнки Шоу» про Карлса Кастанеду. Мне было интересно про Карлса Кастанеду, я просто начал слушать. И мне бы очень понравилось. Я не знал, что за «Фрэнки Шоу», что да как, но факт, что слушал эту запись очень часто. Я понимал, что она нагружена интересным смыслом. Я вдумывался, каждый раз переслушивая, я понимал что-то другое, что-то новое. Это как новую книгу, вы перечитываете, замечаете новые детали или пересматриваете старый фильм. И я нашёл, бил в интернет, что за «Фрэнки Шоу», оказалось, что герой, который озвучивает там, как я сказал, это аудиозапись, с радио «Серебряный дождь», каждый день этот актёр просыпается в роли сумасшедшего, в сумасшедшем доме, и в роли разных знаменитостей. Начиная там с древних времён, древней Греции до сегодняшних дней. И он не говорит своё имя, но вы должны догадаться, в какую роль он проснулся сегодня. Если вы угадываете, звоните в эфир и выигрываете там пластинку или там книгу какую-то, но неважно. Но факт то, что каждая роль, она так хорошо сыграна и голосом, и хорошо написанным текстом, что она вливает в вас такой поток информации. Я, наверное, целый год прослушиваю эти записи, они очень многое изменили во мне. Я потом, когда перестал их слушать, я понял, насколько мой мир и взгляд, и какие-то стереотипы сломались, и поменялось взгляды на какие-то вещи с того момента, как я их начал слушать, и вот как прошёл год. Выяснилось, что актёр, который озвучивал, это был Вадим Демчок. Я не знаю, известен он вам или нет, я его знаю, впервые его увидел в сериале «Интерны», и он мне не очень нравился, даже в роли венеролога там. Но когда я слушал эту запись, моё мнение поменялось, вот как бывает. Одна какая-то деталь меняет всё мнение человека. Я просто не думал, что он настолько интересный человек, глубокий. Я потом начал искать про него что-то ещё. Оказывается, им озвучено очень много книжек, какие-то стихотворения интересные тоже, философские. И недавно я подписывался там в Фейсбуке, такой как «Марафон, прокачай осознанность» называется. Там он вместе со своими коллегами рассказывает вам, как можно улучшить осознанность, поработать над этим. И ещё есть мультик, который же называется «Мистер Фриман». В Ютубе можно вбить «Мистер Фриман», он выдаст. Сначала он может показаться вам наркоманским и каким-то стрёмным вообще. Я видел такие мультики в подростковом возрасте, мне казалось это таким бредом, что какие-то там алкоголики или наркоманы его делают. Но сейчас я понял, что там каждый символ, каждое слово или значок, он играет свою роль. Посмотрите, я давал слушать своей жене, ей нравился смысл, нравится, что он говорит, но она рассказывает, что очень тяжёлый голос. Он озвучивает в таком стиле, ну, как из сумасшедшего дома. И очень тяжёлый голос, знакомые говорят, тоже слушать не хочется. Он подавляет очень сильно, а мне он очень нравится. Спасибо вам за внимание. Делитесь с друзьями видео, если оно вам понравилось. И давайте развиваться вместе. Спасибо, пока.